Что значит у вас повестка находится? Оперативный резерв в первой степени. Это когда повестка находится на руках и по звонку, минуя военкомат, я должен уехать в течение 24-х, я должен быть там на месте, на фронте, в форме со всеми вытекающими последствиями. А жена уже здесь сообщает военкомат, что я там. — Вот как полковник Вооруженных сил Украины, правильно я говорю? — Скажите, пожалуйста, пан Виктор, как вы считаете, вот Николаев, он сейчас насколько защищен? Потому что это же тоже входил город в зону интересов вот этого пояса так называемого Новороссия, который себе видели в Кремле, это по-сухопутному дорога в Крым, и он должен был отойти к злодеям. — Он не должен был, этого они хотели. — Ну да, они хотели, я же говорю, по их плану. — И по всем расчетам оно было. Но я вам хочу сказать, когда начали события, показалось совершенно другое. Причем и сами те, кто хотел этого, были очень негативно удивлены, что этого не произошло, потому что город мобилизовался. И все равно патриотов и патриотичного настроения больше и, ну, это практически, скажу так, этого не удастся. Потому что уже другая армия у нас там же, я беру за Николаем, в плане защиты физической. Другие люди есть, конечно, но это другой потенциал на сегодняшний момент. И захватить, если его не бомбить сверху, уже не удастся при любом раскладе. — А как у вас в этом году, 9 мая прошло, был шабаш у этих вот сил? — Скажу тоже, да. — Так как я был непосредственным организатором от нашей ассоциации, от ветеранов АТО, потому что все были и афганцы, все. В этом году благодаря нацполиции, благодаря полицейских наших просто, нацгварде и полицейским, организации хорошие, и СБУ, и наша договоренность предварительная, мероприятия пришли прекрасно. Никаких, никаких... — Никакого там Путин, мы с тобой, Новороссия, Донецк, мы с тобой, Слава ДНР. — Никаких. Попытка была нести... — А в Киеве было такое? — У нас такого не было однозначно, потому что, когда пытались нести вот эти... — Георгиевские? — Нет. — Красные планы? — Нет, это вообще априори не было. Априори. Было пару человек, нас предупредили, что их нужно просто выдергать, ни физических наказаний, ни вмешательства, вот, и просто полиции. Полиция очень быстро убирала проблемы. — А с чем эти пары человек были? — А? — А с чем они были? — Георгиевские ленты, и плюс атрибуты георгиевские ленты, и вот все эти... — Которые были на... — Портретах. — Портретах, плакатах. — Вы их удаляли, да? — Однозначно. Не мы их удаляли, мы акцентировали внимание, полиция очень хорошо сработала. — Какие вы молодцы. — В прошлом году у нас был конфликт. И спровоцирован провокаторами, что авганцы умудрились, и участники АТО, вот, между собой что-то там из-за какого-то флага. Это было... Мы сделали выводы реально, ну, причем сделали выводы в этом плане. До того, до 9 мая мы это все оговорили, договорились, ну, обсудили и пришли к консенсусу, что это никому не нужно, это глупо и неправильно. Это было прекрасно. Организация была классная. — И недоразумение бы с афганцами уладили, да? — Конечно, конечно, конечно. — Потому что там, по-моему, еще что-то с офисом было какое-то, последствия 9 мая, какие-то были конфликтные события, драка какая-то, что-то. — Драка была именно на 9 мая. Вот именно прямо в момент марша. В этом году этого не было и было организовано, ну, действительно, на хорошем уровне. — Угу. Здорово.